МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. 6 марта 2006 года информационные выпуски всех мировых телеканалов начались с главной новости дня. В Таиланде по запросу американских спецслужб арестован гражданин России Виктор Бут. Торговец смертью, оружейный барон, воротило кровавого бизнеса. Кто он на самом деле? Что правда, а что ложь? Эксклюзивные подробности и расследования без оглядки на политику. В лихие 90-е выпускник военной академии, молодой перспективный переводчик Виктор Бут, решает забросить армейскую карьеру и с головой окунается в пучину рыночных отношений постсоветской России. Подешевле купить, подороже продать. Китайский ширпотреб, польские духи, чехословацкие конфеты. Сначала багажными сумками, затем контейнерами, вагонами, составами. В 93-м году мы уехали в Арабские Эмираты, где вот он открыл авиакомпанию транспортную. На тот момент, если говорить о бизнесе там, рынок был абсолютно свободный. Свободный рынок с многомиллионными заказами. В Россию Бут отправляет транспортные самолеты, груженные сантехникой и керамической плиткой. Обратно в Эмираты он везет автоматы Калашникова, военные вертолеты и самоходные установки. Весь груз по контрактам Министерств обороны двух стран. Для Бута это простая логистика. Ящик с апельсинами или с оружием – это лишь одно место багажа. Бизнес. Далеко не каждому дано создать компанию с многомиллиардным оборотом, да еще вести успешный бизнес в арабском мире. Для этого нужно быть настоящим дельцом. Так кто же он, Виктор Бут? Убийца, воротила бизнеса, серый кардинал, оружейный барон или все-таки жертва? Чтобы разобраться, что из себя представляет Виктор Бут, мы обратились к физиогномисту. Этот специалист лишь по чертам лица может определить, кто перед ним. Егору Овчинникову мы показали фотографии Виктора Бута. Результаты исследования повергли в шок. Вот эта часть от брови до носа и от брови до лба, они где-то примерно одинаковые. То есть это говорит о его интеллектуальной сфере, эта часть говорит о его эмоциональной сфере. А вот эта часть отвечает за его деятельность. То есть получается, этот человек много думал, много усложнял, вот, чувствовал, хотел, но сам делать почти не делал. Его бизнес процветает, и все чаще он слышит угрозы в свой адрес. Прежде всего, от конкурентов. В конце концов, в ЮАР в Йоханнесбурге, куда Виктор перебрался с семьей поближе к бизнесу, в его дом врываются налетчики. На нас было совершено покушение. То есть это где-то 9 вооруженных человек. То есть ситуация была просто кошмарная, потому что мы, возвращаясь домой, поняли, что, в общем, нас окружили, и вот толпа этих людей привели в коттедж. Там уже, в общем-то, были наши пожилые родители, ребенок, которому на тот момент было 2,5 года. Моя мама была очень сильно избита, то есть лица практически не было. Налетчиков не интересовали ни деньги, ни ценности, которые в доме было предостаточно. Мобильные телефоны, записные книжки, компьютер с базой данных заказчиков. Лишь то, что имеет отношение к бизнесу. Обращение в полицию вызвало неожиданную реакцию. Правительство ЮАР немедленно аннулировало визы пилотом авиакомпании Виктора Бута. Бизнесмен покинул Черный континент, вывел все активы и вернулся в Арабские Эмираты. Его самолеты обслуживали страны Юго-Восточной Азии, Океании и Африки. Заказ из Таиланда был лишь очередным бизнес-проектом. Во время переговоров в Бангкоке Виктора Бута арестовали. Находился там в спецблоке, в изоляторе, в одиночной камере, где нет окон, никаких дневного света. На прогулке его не выводили. Спустя несколько месяцев Бута экстрадировали в Америку. Бронированная камера, конвой из десятков вооруженных до зубов солдат. Такую охрану предоставляют лишь президентам во время визитов в неспокойные регионы планеты. Его вывезли на территорию США без законных на то оснований, считает жена Виктора Бута. Мы выиграли первое дело американской стороне, в экстрадиции было отказано. И, собственно говоря, апелляционная инстанция судебная, которая постановила практически 100% наоборот, это экстрадиировать Виктора. Насколько я знаю, общаясь с адвокатами тайскими, такого решения быть не должно было. То есть это было явно политическое давление, политическое решение. Американцы хотят просто заменить российского Бута своими Бутами. А в 2005 году в мировой прокат вышел фильм «Оружейный барон». По сюжету фильма, выходец из Украины Юрий Орлов в исполнении актера Николаса Кейджа организовывает картель по торговле оружием. Сначала он продает автоматы нью-йоркским бандам, но вскоре клиентами Орлова становятся воюющие государства. В мире больше 550 миллионов единиц огнестрельного оружия. По одному пистолету или автомату на каждого 12-го человека. Возникает вопрос. Что делать одиннадцать и остальным? Фильм не имел успеха у зрителя, но имел огромное влияние на дело Бута. Голливудовцы сами решили демонизировать Бута, потому что нашли его в качестве очень интересного персонажа. Впечатлен в том, что это как обычная провокация американская, которая, собственно говоря, и говорит о всех тех вещах, о которых мы прекрасно знаем, о двойных стандартах, о том, что американцы лжецы. И на самом деле главные оружейные бароны находятся в окружении президента США. Режиссер Егор Кончаловский снимал кино по заказу «Гостель радио СССР». Он, как никто другой, знает, какова сила искусства. И может позволить себе открыто говорить о том, как делается никому, казалось бы, ненужное кино. Это как бомба замедленного действия. Такую технологию в Голливуде освоили давно. Заказ этот выглядит так. Вы нам сделаете или очень хорошее кино, которое нас прославит, или сделаете нам очень хорошее кино, которое нам заработает денег. А если вы не сделаете ни того, ни другого, истратив наши деньги, значит, вы не мейджоры, значит, вы фуфлышник. Нельзя исключать, что есть еще и третий вариант заказа. Сделайте кино, которое не принесет славы и не даст денег, но оно сработает. Оружейный барон в исполнении Николаса Кейджа сработал. По крайней мере, для Виктора Бута. Из-за тяжести обвинений, которые Америка предъявила Виктору Буту, его судили присяжные. 12 простых граждан Америки должны были принять непредвзятое решение, виновен или нет. Они говорили, да, конечно, мы смотрели фильм «Оружейный барон», мы этого человека знаем. А кого вы судите тогда? Героя фильма? То есть ту легенду, которую вы сами за 8 лет, начиная с 2001 года по 2008 год, собственно говоря, создали? И его образ, образ Виктора Бута, кровавого злодея, торгующего направо и налево смертью, создавался очень тщательно. Если бы действительно Виктор Бут был тем человеком, за которым его выдают, он бы получил не 25 лет, а пожизненное заключение. Какая же роль была уготована ему, простому россиянину, оказавшемуся в эпицентре интересов двух сверхдержав? Арест Бута нужен американским спецслужбам, американскому военно-промышленному комплексу. Дело в том, что рынки оружия, они разные. Есть огромные, когда, предположим, американцы продают оружие Италии. Здесь, на этом рынке, Бут совершенно не конкурент. А есть небольшие, где продают каким-то сражающимся друг с другом группировкам. Здесь американцы хотели бы сами решать, кому оружие пойдет, кому не пойдет. И Бут для них здесь был конкурент. Вот эти морщины говорят о стремлении к точности. То есть брови, вот это расстояние, это говорит о том, что он очень быстро и легко сходился с людьми. То есть он общительный, коммуникабельный. Он, скорее всего, не то, что подкупал своей открытостью, он, скорее, людям уверен. Владимир Козловский – журналист. Его позиция может вызывать вопросы, но он один из миллионов. Из тех, кто посмотрел фильм «Оружейный барон» и увидел его так, как должен был увидеть любой житель Америки. Торговать оружием – это не преступление во многих странах, в том числе в США. Но он продавал оружие в зоны боев, в страны, на которые было наложено эмбарго Советом безопасности ООН. И под чем подписалась, кстати, Россия. Пазл сложился. Обыватель явно не готов был казнить невинного, но заранее видел омытые кровью руки оружейного барона. Так Виктор Бут и стал главарем русской мафии. «Оружейный барон» – это словосочетание, оно стало именем нарицательным и употребляться относительно любых людей, которые каким-то образом связаны с торговлей оружием. Его называют «Оружейной бароном», потому что это проще всего. Обородок не настолько упорный, то есть там не было такого упорства, чтобы горы свернуть. Плюс скулы, они у него маленькие. То есть назвать его авантюристом до мозга костей – это тоже невозможно. Образ «Оружейного барона» Виктора Бута был готов еще задолго до его ареста. Противоречия с американским законом, международным правом и даже здравым смыслом уже никого не интересовали. Миф, в который так интересно было верить, не мог рассыпаться. Я никогда не видел, чтобы он торговал оружием, но он его много перевозил. Оружие там было тоже масса, и на суде прокуратура вызвала двух его бывших летчиков, которые показали, что лично видели на аэродромах в Африке его самолеты и нагруженное оружие. Доподлинно известно, что в съемках фильма «Оружейный барон» было использовано настоящее оружие. Муляжи оказались дороже российских калашниковых и УЗИ. В финальном монологе, который произносит герой Николаса Кейдж, он говорит, что главный торговец оружием – это президент Соединенных Штатов Америки, потому что он в день продает больше оружия, чем я продаю за год. Удивительно, что практически никому не пришло в голову подвергнуть сомнению образ жадного торговца оружием, который прочно приклеился к Виктору Буту. По нашим данным наших агентов, они, американцы, то бишь, в частности, спецслужбы, истратили 150 миллионов долларов только на проведение операции по Виктору Буту. Бут, конечно, жертва своей корысти, своей алчности. Он поехал в Таиланд заработать кучу денег. То ли это от жадности, то ли это от того, что у него было мало денег на этом этапе жизни. Ему нужно было кормить семью. Кормить семью и вызволять брата из заключения нужно было Орлову из фильма «Оружейный барон», а не Виктору Буту. Но отделить кино от реальности теперь уже не так просто. Да и поздно. В этом фильме нет вообще слова о России. С чего многие люди взяли, что это какой-то пиар-ход. Джаред Лето и Николас Кейдж, но их персонажи Юрий и Виталий, они из Одессы, они из Украины. И оружие покупается в Украине. И Россия не имеет никакого отношения к этому фильму. Зато Россия имеет отношение к тому, что происходит с ее гражданином Виктором Бутом. Там, за океаном. В отношении Бута в принципиальном плане наша позиция остается неизменной. Мы добивались и будем продолжать добиваться его скорейшего возвращения в Россию. Разумеется, с использованием тех международно-правовых механизмов, которые имеются в нашем распоряжении. Но ни супруга Бута, ни его адвокат уже не надеются на помощь российских властей. У российского государства сегодня нету правового и финансового интереса защищать граждан Российской Федерации, попавших в такую ситуацию, и экстрадированных в Соединенные Штаты Америки. Кто придумал дело Виктора Бута, это вопрос еще, который предстоит изучить, и наверняка эта работа завершится каким-нибудь очередным большим фильмом. Когда этот фильм может выйти на экраны, вряд ли кто-то сможет предугадать. Вся эта история с Виктором Бутом, которая получила колоссальную совершенно пиаровскую подсветку и медиагласку в США, очень одностороннюю, очень такую, я бы сказал, злобную по отношению и к России, и к российскому гражданину. Вот есть такое мнение, что не для того это затевалось, чтобы его вот так быстро отдать обратно российской стороне. В целом, рассмотрев лицо Виктора Бута, можно сказать следующее, что это не лицо лидера и не лицо какого-то деляги, это лицо неуверенного человека. Человека, который подвержен смене настроения, человека, который не решил для себя, что есть черное, что есть белое. И такой человек, конкретно вот, он мог легко оказаться игрушкой в чужих руках. Было даже предложение обменять Виктора Бута на опального экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Но этот вариант исключен. Сноуден на свободе, и у России к нему претензий нет. Как нет и кинокартины о беспощадном разоблачителе, американском злодеи-шпионе. Редактор субтитров А.Семкин